МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из районов в округа и миллионы в придачу. Что поменялось за два года муниципальной реформы? Лес вопросов. Какие ответы бизнесу в сфере ЛПК дают областные и федеральные депутаты? Интервью на злобу дня. Итак, позади октябрьская сессия областных депутатов. В повестке полсотни вопросов. Расскажем о самых знаковых решениях парламента. Бюджет по морю хоть и пополнился почти на 5,5 миллиардов рублей, но сумме этой не суждено лежать до лучших времен. Региональные парламентарии на сессии определили, какие статьи расходов вырастут. 2 миллиарда на ремонт и содержание дорог. Миллиард и 200 миллионов на обеспечение программы обязательного медицинского страхования, выплаты врачам, которые трудятся на отдаленных территориях. Также у нас выделяются деньги на регулирование, государственное регулирование тарифов, тепло, вода, электроэнергии. Там цифра у нас будет порядка 658 миллионов 500 тысяч. Поддержку получат и аграрии. Субсидия сельхозпроизводителям составит более 104 миллионов. Из них 75 – производителям молочной продукции. Что бы еще хотелось запланировать на декабрьскую сессию – это дополнительное выделение средств на технику. Немножко не хватает денег на покрытие части затрат. Примерно 20 миллионов рублей мы будем просить. Пополнение же областного бюджета на 5 миллиардов 400 миллионов стало возможным в том числе за счет роста налоговых поступлений. Радуя то, что дополнительные средства мы не проедаем, а направляем на развитие инфраструктуры региона. Это объект коммунальной сферы, ремонт дорог, строительство школ. Важно отметить, что сегодня мы отправляем более миллиарда рублей на увеличение зарплаты бюджетникам. Депутаты также приняли закон, по которому расширяются возможности оплаты затрат на социальную газификацию. Прежде всего, появятся четыре новые категории получателей такой поддержки. Это категория наших мобилизованных граждан, которые сейчас уходят на военную службу по указу президента. Это категория многодетных семей. Это категория одиноко проживающих малоимущих граждан или малоимущих семей. И также это категория многодетных семей. По инициативе губернатора будет увеличен и предельный размер единовременной денежной выплаты 75 до 100 тысяч рублей. На покрытие расходов по проектированию и строительству газопровода в границах участка и приобретении оборудования. Еще и расширены варианты предоставления этой выплаты. Если до сегодняшнего дня мы лишь компенсировали понесенные затраты, то сегодня, после принятия законопроекта у людей, появляется возможность получения авансовых платежей в случае, если уже заключены договоры на поставку данного оборудования. Муниципалитеты получат возможность предоставлять многодетным семьям выплату взамен земельного участка. Единовременная поддержка станет дополнением к аналогичной региональной мере, которая действует с июля 2019-го. В каждом муниципалитете очень различные условия. Если мы берем, например, отдаленные сельские территории, то там нет вообще никаких проблем в части предоставления земельных участков. Но иногда даже и решается большой комплекс вопросов, связанных с обеспечением их инженерными коммуникациями. А вот что касается таких городов, как Северодвинск, Архангельск, другие муниципальные образования, реализация этой нормы там осуществляется гораздо сложнее. Но с другой стороны, они имеют бюджетные возможности установить дополнительные выплаты. Кроме того, областное законодательство ограничило цели использования выплаты. Поэтому муниципальные образования могут принять решение, которое расширяет эти возможности. Сама же мера поддержки на уровне региона показала свою востребованность. За три года работы закона выплатой воспользовались более 1700 семей. Тем временем в Архангельской области подводят первые итоги муниципальной реформы. За два года решение объединиться в округа приняли городские и сельские поселения 12 районов. Парламентарии поддержали инициативы, приняв соответствующие законы, в том числе о мерах государственной поддержки. Виноградовский район стал округом в январе этого года. В первую очередь утвердили план социально-экономического развития на два года. С учетом запросов жителей. Из областного бюджета в рамках господдержки муниципалитет в 2022-м получил 20 миллионов рублей. На эти деньги мы существенно подремонтировали муниципальные сети, отремонтировали хетовскую среднюю школу. Нам удалось сделать два спортивных объекта, спортивные площадки. Внимание уделили также домам культуры. Удалось приобрести спецтранспорт для перевозки жителей из труднодоступного поселка Шошельце. Самый масштабный проект, который сейчас реализуется в Виноградовском округе, это строительство водопровода. Из 40 колонок в Березнике подключено 33. Объект будет введен до конца года. И по словам руководства округа, большинство проектов, если бы не провели муниципальную реформу, воплотить в жизнь не удалось. Ведь общая сумма господдержки на три года – 66 миллионов. Комитет обратил внимание на те объекты, которые еще не реализованы, в частности на капитальный ремонт детского сада в Березнике. Надеюсь, что администрация с этим справится. Среди наших рекомендаций мы обратили внимание на необходимость своевременного внесения изменений в план социально-экономического развития. Безусловно, в течение года приоритеты могут меняться. Помимо софинансирования программ по социально-экономическому развитию, регион выделяет средства округам на развитие институтов гражданского общества. Такую практику изучили на примере Верхнетоемского округа. Один из моментов – развитие инициативного бюджетирования. В селе Вознесенское благоустроили парк, а в деревне Автомоновское теперь есть детская игровая площадка. И авторами проектов стали сами жители. На территории у нас Верхнетоемского округа было подано 9 заявок. И на сегодняшний день реализовано 6 инициативных проектов. Из областного бюджета на софинансирование проектов округ получил 6 миллионов рублей. Могу сказать, что по Северо-Западу это пока уникальный опыт, когда предусматриваются в областном бюджете средства и на реализацию плана социально-экономического развития вновь образованных муниципальных округов, и на реализацию муниципальных программ развития гражданского общества, в том числе инициативных проектов. Всего за два года решение объединиться в округа приняли сельские и городские поселения 12 районов. Итоги работы, посвященные мерам государственной поддержки, комитет подведет на круглом столе в областном собрании в конце года. С одной стороны, разработать госпрограмму по развитию внутреннего рынка биотоплива, с другой, сдвинуть сроки реализации инвестпроектов. Эти и другие вопросы сегодня волнуют лесной бизнес, а ответы должен дать в том числе федеральный законодатель. Ситуация стала предметом разговора моего коллеги Артемия Заварзина с председателем профильного комитета парламента Александром Дятловым. Александр Владимирович, я вас приветствую. Мы сегодня даже не начинаем, а продолжаем скорее разговоры о тех проблемах, с которыми столкнулся лесопромышленный комплекс. Вот какие, на ваш взгляд, проблемы обозначили себя в последнее время особенно остро? Особенно остро из сегодняшнего заседания видно, что проблемы усугубляются. И если мы раньше, особенно чиновники, нам говорили, что почему вы жалуетесь, первый квартал, вот по документам видно, все хорошо отработали, мы планируем, что и налоговые поступления останутся в том же объеме, и продукция, в общем-то, удачно продается, то сегодня ситуация уже меняется кардинально. Можно смело говорить, что лесопромышленный комплекс это одна из наиболее пострадавших отраслей нашей экономики. У нас лесной регион, и все были ориентированы на экспорт. Сегодня все начинают переориентироваться на китайский рынок. Соответственно, когда большая часть лесопользователей Российской Федерации стала отгружать свою продукцию в Китай, то все столкнулись с тем, что цена стала падать на продукцию, и возникли логистические проблемы. Для нас это сопряжено с тем, что останавливается фактически вывозка древесины из региона, то есть если потребность 25-го лесозавода составляет порядка 15 поездов ежемесячных, а им предоставляется только два, то же самое и в группе компании «Волка». То есть, соответственно, происходит затоварка складов и невозможность отгрузить продукцию. За собой это влечет сокращение прибыли, ну и, соответственно, насколько продал, настолько ты можешь планировать свои расходы. Следующий вопрос – это инвестиционные проекты в Архангельской области. У нас ряд из них уже реализован, порядка 10 миллиардов рублей были привлечены в регион для реализации этих проектов. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что проекты, которые не были еще реализованы, то есть люди взяли средства в банки, оплатили продукцию, технику, станки необходимые в Европе. Теперь Европа в нынешней ситуации отказывается поставлять эту технику, либо говорит – приезжайте, забирайте. Но с учетом логистики, которая есть, это тоже становится невозможным. Наши банки, нашим предприятиям говорят, что мы же вам дали кредит, нам, в общем-то, все равно, куда вы его тратили, поэтому вы продолжайте платить проценты, что при нынешней ситуации становится практически невозможным. Мы просим создать то, что касается пилет-федеральную программу. В Архангельской области порядка 600 тысяч пилет производят. Мы просим создать федеральную программу, чтобы эти пилеты можно было использовать для котелин. Но так как в Архангельской области такого количества котелин уже нет, поэтому мы выходим на федеральный уровень. Можно было бы, например, Мурманскую область в этом вопросе к нам присоединить, и мы могли бы туда поставлять пилеты с условием, что они будут ставить соответствующие котлы. Котлы, кстати, производятся в Российской Федерации, и тут ничего выдумывать не надо. Вопрос не решается до сих пор, потому что слишком много министерств с видом задействовано, и поэтому он обсуждается, но решение пока по нему не принято, к сожалению. Поэтому миллиарды, которые наш бизнес вложил, инвестировал в заводы по производству пилет, сегодня, в общем-то, не востребованы. Хотя это вопрос решаемый, и при определенном усилии наших федеральных ведомств он мог бы быть решен. То, что касается Минпромторга, то, что касается инвестиционных проектов, мы считаем, что надо их передвинуть немножко вправо, года на три, и дать возможность бизнесу сориентироваться, какие заводы на сегодняшний день требуются. Может быть, они должны быть меньше уже, может быть, другое оборудование должно быть поставлено. И сроки, естественно, реализации этих проектов должны быть сдвинуты. То, что касается кредитов, которые бизнес взял, и не по зависящим от них обстоятельств, они не могут получить сегодня это оборудование. По моему мнению, и не только по моему мнению, мы обсуждаем его с лесопромышленниками, с экспертами. Эти долги должны быть списаны, банки должны быть декапитализированы, а наши предприятия от уплаты этих кредитов должны быть освобождены в нынешней ситуации. Что еще у нас просит бизнес? Это платежи за арендную плату по факту. То есть, вот сколько вырубили, за столько и заплатили. Но это тоже, в общем-то, все об этом говорят. Также мы с этим вопросом обращались в правительство Российской Федерации. Александр Витальевич Цибульский встречался с Викторией Абрамченко, с вице-премьером. Тоже говорили об этой ситуации. Вопрос пока не решен. Следующий вопрос, безусловно, логистика. То есть, железной дорогой нам надо решить вопрос, чтобы выделялась квота для нашего региона, и продукция, которая производится, могла быть вывезена. Нам сегодня железная дорога говорит, что есть некоторые приоритеты в грузах. Ну, вот в частности, там дорогие грузы, они идут вперед, которые недорогие идут позже. Но, как говорят опять наши все лесопромышленники, это непрозрачная очень ситуация. И когда какие грузы просто пропускают, понимания до сих пор у нас в этом вопросе нет. Поэтому, безусловно, без государственной поддержки бизнес окажется в очень сложной ситуации. Мы построили большое количество предприятий. У нас 25 тысяч человек работает только в лесопромышленном комплексе, плюс семьи, дети. И, безусловно, мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить наши предприятия и сохранить наши рабочие коллективы. Потому что задействованы в работе тоже уникальные специалисты, которых не так просто будет потом где-то найти. На недавней встрече с представителями бизнеса Леснова как раз говорилось о налоговых некоторых послаблениях и о финансовых мерах поддержки. Прежде всего, расширение возможностей транспортной субсидии. Потому что сегодня не все предприятия могут в достаточном объеме ее воспользоваться. Ну, во-первых, денег выделяется недостаточно. И, как сегодня правильно наш бизнес говорит, уже давно можно было бы посчитать количество предприятий, которому необходимо эта субсидия, умножить на те цифры, которые, в общем-то, предприятия все ей дают. И получится та цифра, которая необходима для того, чтобы заложили ее в бюджет. Сегодня вот эта субсидия, буквально несколько компаний ее получили и выбрали всю эту квоту. А есть компании, вот как Регион Лес, они сегодня говорили, что они там 75-й в очереди стоят. И когда они до этой субсидии доживут, неизвестно. Поэтому мы здесь просим, конечно, увеличить эту субсидию и убрать все квоты для того, чтобы ее можно было получать. Я считаю, на федеральном уровне это можно очень легко сделать. То, что касается налогов, даже посмотреть, вот пандемийный период, когда был введен мораторий на проверки, и был введен мораторий на банкротство предприятий. Буквально несколько недель назад эти моратории все были сняты. Но вот мы бы предлагали вернуться опять к этому вопросу, потому что нельзя допустить, сейчас будет задержка платежей, понятно. И сегодня уже наши лесозаготовители об этом говорят, что продукцию-то они поставили, вроде как у них получается, что прибыль. С этой прибыли надо заплатить налоги, а физически-то они денег еще не получили. А и платить-то им тоже нечего. И чтобы у нас не получилось, сейчас череда банкротств, которые прокатятся по ЛПК, а у нас ведь банкротство чем заканчивается? Если на Западе это направлено на оздоровление предприятий, то у нас-то направлено на ликвидацию. И все, что мы годы создавали, чтобы мы потом не потеряли просто все это предприятие, когда это просто будет все выставляться на продажу и просто будет все реализовано. Поэтому это тоже нас беспокоит. И мы тоже с этими инициативами выходим в Государственную Думу, и в Совет Федерации, и губернаторов в курсе. По опыту последних лет федеральный центр нас все-таки слышит. Взять хотя бы новшество с введением электронного документа оборота, комитет наш тоже выходил с предложениями, они были услышаны. Сегодня все-таки есть свет в конце туннеля и понимание, что федеральный законодатель именно к предложениям Архангельской области отнесется со всей ответственностью. Но мы хотим сказать, что если вы видите по нашим совещаниям, то это уже не предложение Архангельской области. В Вологодской области такая же ситуация. В Санкт-Петербурге Ленинградскую область, если взять, Новгородскую область. То есть весь Северо-Запад выходит с этими инициативами. Если вы сегодня слышали, у нас и Красноярский край участвует, в Вологодской области. Проблемы у всех одни и те же, которые надо на сегодняшний день решать. Поэтому, безусловно, мы надеемся, вот у нас президент говорит, что идет глобальная трансформация всей мировой экономики. Но вот я сегодня об этом уже говорил, что, соответственно, не может трансформироваться у нас и законодательство, которое российское. То есть мы тоже должны подстраиваться под эти изменения, которые происходят. Соответственно, это касается и налогового законодательства, и охраны окружающей среды, и природных ресурсов, и лесопромышленного комплекса. Поэтому, к сожалению, еще раз говорю, что вот есть проблемы, которые годами мы не можем сдвинуть с мертвой точки. Вот, например, штрафуют наших лесопользователей за нарушение обитания животного мира. То есть вроде вы получаете лесной участок, вам его дают в аренду, вы начинаете рубить там лес, потом приходит прокуратура и говорит, вы нарушили среду обитания животного мира, вот вам штраф. Но сколько раз мы уже обращаемся, что почему это штраф-то? Вы тогда включите этот платеж куда-то в арендную плату. Ну и предприниматель будет знать, что да, какой-то ущерб он наносит, он за это должен заплатить. Но у нас же это все предлагается в виде штрафов. Причем непонятно, с какой ноги встанет прокурор, и сколько таких штрафов будет выписано завтра, послезавтра. И мы вот не можем этот вопрос доиспору регулировать. Тоже обращаемся во все инстанции, да, большое количество совещаний проходит. У нас сейчас модное слово, что у федеральных чиновников мы не возражаем, или мы вас услышали, но дальше этого вопрос пока не решается. Ну на уровне региона, правительства области все-таки сделаны какие-то шаги, да, и вот я знаю, что губернатор по лесным дорогам принял решение вот на этот сезон. То, что мы можем на уровне региона, безусловно, мы делаем. И беспрецедентное решение то, что принял, значит, Александр Витальевич по лесным дорогам, то есть они в этом году вообще не будут закрываться, чтобы не останавливать лесозаготовку. Но основные-то наши все проблемы и все вопросы, лесной кодекс и так далее, все завязано на федеральный уровень, конечно. И поэтому, безусловно, без поддержки федерального центра, а нам они полномочия не дают в решении этих вопросов, к сожалению, потому что много бы вопросов мы могли бы здесь решить на месте. То же строительство лесных дорог. Кому давать эту возможность, где строить эти дороги, мы бы быстрее согласовали у себя в регионе. Причем надо понимать, что эти лесные дороги, они потом переходят в муниципальную или государственную собственность и используются для того же пожаротушения, например. Поэтому это очень важный и нужный вопрос. Но вот надеемся, когда-то он будет решен. Сегодня мы уже обсуждали бюджетные проектировки, когда уже видно, что будет падение у нас и по налоговым доходам. Для нас это тоже очень важно. Сегодня у нас лесопромышленники и посчитать не могли. То есть мы их тут спрашивали, а почему у вас такое падение? Они говорят, ну вот вы сами смотрите, у нас курс доллара был 150 совсем недавно. Потом он стал 50, поэтому тут даже тяжело и посчитать, сколько мы сможем платить налогов. Но если мы видим, что предприятия уже начинают работать в убыток, то понятно, что ни о каких налогах тут уже говорить не приходится. И по некоторым пессимистическим прогнозам мы видим, что лесопромышленный комплекс может в два раза у нас упасть на сегодняшний день. Поэтому я считаю, что наши чиновники, в первую очередь федеральные чиновники, они не должны руководствоваться отчетами, которые они получают на вчерашний день. А надо прогнозировать эту ситуацию и принимать шаги на опережение, чтобы не было потом мучительно больно, когда уже все вот остановилось, и куда вот все люди у нас, если все будет стоять. Это будет вызывать социальную напряженность в нашем регионе. То есть нам потом придется куда-то всех трудоустраивать и так далее. Поэтому и губернатор это хорошо понимает. Поэтому мы так и настойчиво добиваемся решения этих всех вопросов. Мы будем надеяться, что все вопросы будут решены. Ваши федеральные коллеги пойдут на шаг впереди по разрешению многих проблем. Ну и надеюсь, что следующая встреча уже будет посвящена не только проблемам, но и прорывам, которые есть в этой отрасли. Я благодарю вас за беседу. Спасибо. Спасибо вам. И напоследок, несколько слов об организации нотариальной деятельности в Архангельской области. Круглый стол на эту тему прошел в стенах нашего парламента. Институт нотариата, и это не секрет, защищает права как обычных граждан, так и юридических лиц. В основном работу ведут те, кто занимается частной практикой. В прошлом году было совершено больше 170 тысяч нотариальных действий. Отмечается тенденция к снижению показателей. Способствуют этому электронные сервисы, которые все больше завоевывают популярность. Но как раз таки момент цифровизации в некоторых районах просаживается. Неустойчивая связь и отсутствие интернета порой затягивает нотариальный процесс. Там, где работает нотариус, там интернет есть. Нотариусы сейчас регистрируют все нотариальные действия в электронном реестре. То есть доступ в сеть интернет есть у всех нотариусов. А вот у должностных лиц, органов местного самоуправления не всегда есть доступ в интернет. И так как сейчас у нас курс государства взят на цифровизацию, как нотариата, так и совершение нотариальных действий, это очень важная составляющая в работе должностных лиц, органов местного самоуправления. Нотариальная палата уверяет, что несмотря на сложности и сокращение числа обращений граждан, намерены и дальше участвовать в обучении должностных лиц, органов местного самоуправления. Это консультационная и методическая помощь. На круглом столе говорили и о перестройке нотариальной работы в связи с муниципальной реформой. Есть вопросы, касающиеся обеспечения контроля заказанием нотариальных услуг со стороны и Минюста Архангельской области, и нотариальной палаты. Потому что у нас идет муниципальная реформа. Часть нотариальных услуг, которые оказывали свое время на уровне поселений, сейчас передали вокруг. Округов у нас уже 12. И, безусловно, возникают вопросы, насколько успешно сегодня должностные лица, органов местного самоуправления оказывают эти нотариальные услуги, которые предусмотрены в федеральном законодательстве. К слову, нотариусы предоставляют сегодня ряд льгот, установленных как федеральным законодательством, так и самой палатой. По итогам 2021 года обращений было почти две сотни. Льгот оформлена на сумму 250 тысяч рублей. Помните, информация и знания – это две валюты, которые никогда не выйдут из моды. Будьте в курсе важных событий вместе с нашим телеканалом. И до встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова